Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля, и мы продолжаем неконтекстуальный разбор первого послания Петра. Сегодня я хотел бы поговорить о трех очень, на мой взгляд, важных аспектах 12 стиха. Давайте мы его почитаем. «Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовество вашими Духом Святым, посланным с небес, во что желают приникнуть ангелы». Итак, первая важная вещь – это то, что пророчество зачастую может относиться не к сейчас, не к тому, что происходит здесь и сейчас, не к людям, даже живущим здесь и сейчас, но оно может относиться и к другим людям, и совершенно отдаленным временам. Мы четко должны давать себе отчет в том, что то, что мы ожидаем, то, что мы проповедуем, то, о чем мы так много говорим и во что так страстно верим, может случиться не с нами. Оно может случиться с теми, кто будет жить после нас. Это произошло с пророками. Исследуя Писание, они поняли, что обетование о спасении, о вечном блаженстве принадлежит не им. Если не им, то кому? Итак, вторая вещь, и она еще более интересна. Смотрите, он говорит о том, что оно служило нам, тем, кому было проповедано благовествование. То есть пророчество направлено не только к отдаленным временам, но оно также направлено только на тех людей, которым благовествуется. И знаете, когда я размышлял на эту тему, я увидел одну довольно-таки страшную картину. Мы говорим с вами о благовествовании, мы говорим о спасении, да, мы говорим о тех вещах, которые, ну, наверное, являются вещами первостепенной важности. Это спасение души и вечная жизнь. Но оно не будет относиться к тем, кому мы с вами не будем благовествовать. Итак, смотрите, пророчество о Христе, Его пришествие, Его смерть, Его воскресение, Его второе пришествие относится только лишь к тем, кому мы с вами благовествуем Духом Святым. То есть, если мы с вами не благовествуем, то огромное число людей, которые нас окружают, они выпадают из этой обоймы. То есть, они не будут наследниками этой благодати, они не примут это спасение. И на нас с вами, друзья, огромная ответственность пойти и нести Евангелие, не заниматься межцерковными какими-то распрями, не делить, кто лучше, кто круче, кто сильней, кто плодотворнее, у кого больше церковь, и у кого, извините, больше мудрости, помазания и так далее. Может быть, нам стоит развернуться в мир и увидеть, что 99 процентов населения не спасенных. Люди, не знающие Бога. И люди, к которым не обращается это слово, потому что те, кто должен принести это слово, заняты разборками между собой. Третья вещь. Ангелы желают стать участниками этого процесса. Можете представить себе существо, которое настолько великолепно. Оно выше нас по множеству-множеству параметров. Оно славно, оно наполнено и пропитано славой Божьей. Это те существа, которые постоянно или чаще нас сто процентов находятся в присутствии Божьем. И они желают оказаться на нашем месте, потому что нам верено благовествование. Они хотят быть частью Божьей работы, Божьего плана. И мне кажется, что благовествование – это высшее призвание церкви. И нам стоит этим дорожить. Если уже ангелы хотят стать частью, то мне кажется, это достаточно сильное послание для каждого из нас. И так мы с вами должны благовествовать людям, чтобы Слово Божье начало работать.